Приветствую вас, Аноним, и вы знаете, я начну, наверное, со второго вопроса, сказав, какие варианты развития событий после того, как влюблённость пройдёт. Значит, если в начале человека вы понимаете исключительно в идеализированном виде, то есть это говорит о том, что вы видите у него только положительные и качества, что вы живёте им, что вы просто дышите и не можете без него зашлимать во всём, во всех окружняющих, похожих более-менее на него людей вы видите его, то таким образом влюблённость проходит тогда, когда происходит спад подобных ощущений. После этого можно назвать, значит, ощущение после того, как влюблённость прозвала, можно назвать разочарованный, потому что тот идеал, которого вы встречали, и как думали, что вот перед вами идеал, он разрушается и становится просто обычным человеком, у которого есть свои недостатки. Эти недостатки оказываются настолько для вас неожиданными, сильными и подошвающими воображения, что вы просто не можете с ними смириться, у вас начинает просто очень сильное раздражение, и в результате у вас появляется желание вернуть всё, как было тогда, раньше. Начинаются претензии к человеку, начинаются какие-то постоянные недовольствия и т.д. Человек испытывает примерно то же самое, и в итоге ваши отношения заканчиваются на почве ссор, то есть с обычного тотального недовольства друг другу. Это один вариант событий. При таком варианте событий, как вы понимаете, ситуация негативна, вы получаете один из больших негатив. Второе развитие событий заключается в том, что во время страсти, образуется взаимопонимание, уважение, некая духовная близость, которая впоследствии, после того, как страсть у вас пройдёт, эти чувства образуют в некой своей совокупности, совокупности тут самой привязанности и любовь, о которой говорят как более глубокий, более такой уже взрослый. В этом случае ваши отношения сохранятся, и они будут более крепкими, более, значит, такими глубокими, более взрослыми. Вы не будете испытывать таких ярких ощущений, но ваши решения перейдут, как бы, словно из конечного качества. Они будут более глубокими, более осознанными, более взрослыми. Основным условием для их возникновения и основным признаком таких чувств является желание сделать человека счастливым. То есть вы, своего любимого человека, стараетесь сделать счастливым, направляясь на это со своей силой и ресурсой, а он, в свою очередь, вас стремится сделать самым счастливым. И при этом, значит, каждый из вас делает, каждый из вас выставляет интересы другого на первое место. Очень важно для положительного, значит, варианта, еще и то, чтобы у вас было налажено хорошее общение, чтобы у вас было отрегулированное коммуникационное развитие. Потому что без общения, без диалога невозможно ни одно нормальное, равноправное отношение. Дальше. Что касается, значит, ну, что касается сроков. Срок зависит от эмоциональности человека. Если человек эмоционален, то влюбленность может длиться до года. Может и два года длиться, если человек достаточно эмоционален, если у него есть склонность к внушаемости, то есть, условительный человек внушаем. Если же же достаточно спокойно, рационален, и у него эмоции достаточно редко берут вверх, то здесь можно говорить о сроке до одного месяца. То есть, у таких людей, которые достаточно неэмоционально, у них влюбленность длится примерно один месяц, после чего начинается тот самый спад, о котором вы говорите. Вот. Пример, примерно так и все дела. Если вы не какие-то вопросы еще, пишите мне в личку. Помогу, расскажу, объясню. А пока желаю вам всего доброго.